Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». Для вас радиоволна Республиканского радио, телевизионный канал республиканский, поэтому и слушайте, и смотрите нас. С вами сегодня я, редактор Светлана Вишнякова, нашей режиссёры Марии Новгородова Айдын Слепцов. И в нашей студии гость. Травматолог-ортопед, врач, заведующий учебно-научной лабораторией остеопороза клиники Северо-Восточного федерального университета, кандидат медицинских наук Виктор Епанов. Виктор Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Слава. Спасибо, что вы пришли в нашу студию. Сегодня тема костей сейчас в этот сезон наверняка актуальна и заинтересует всех наших слушателей и зрителей, потому что и гололёд, и слякотно, и впереди ещё нас ждут скольжения по нашим дорогам, которые оставляют желать лучшего. А тема нашего эфира – остеопороз, безмолвная пандемия. Я с вашей помощью сформулировала. Сейчас, на сегодняшний день, слово «пандемия» у нас больше как-то идёт в связке с заболеванием ковид. Но и про другие заболевания нельзя забывать, которые тоже опасны и не всегда понятны для тех, кто с ними сталкивается. Почему безмолвная пандемия остеопороз? И что такое остеопороз? Давайте напомним. Ну, во-первых, остеопороз – это метаболическое заболевание костной ткани, которое сопровождается снижением костной массы. Костная ткань теряет свою прочность, архитектонику, структуру свою. И, соответственно, повышается риск переломов. Снижается прочность костей, и риск переломов увеличивается. Остеопороз – почему безмолвная? Потому что чёткой клинической симптоматики у этого заболевания нет. Мы понимаем, когда поднимается артериальное давление, мы понимаем, да, это гипертоническая болезнь, характерный какой-то симптом такой, да, клинические проявления. У остеопороза такого нет. И поэтому первый, один из первых клинических вот таких признаков остеопороза – это наличие низкоэнергетического перелома. Когда вы падаете с высоты собственного роста, а человек, падая с высоты собственного роста, не должен ломать кости. И вот это низкоэнергетический перелом, или сейчас его называют патологический перелом, потому что это ненормально. Патологический перелом – это, как правило, первый такой клинический симптом остеопороза. Поэтому выявить остеопороз, ну, достаточно сложно. Есть, конечно, клинические симптомы, которые могут нас, увидев которые, мы можем заподозрить, что да, здесь что-то, какая-то проблема с плотностью костной ткани. Но не более того. Ну, о диагностике мы поговорим чуть позже. Почему же это такая, ну, это не пандемия, это такая эпидемия. Эпидемия, и вы правильно сказали, что сейчас все-таки слово пандемия, оно как-то ассоциировано с ковидом, и такое ощущение, как будто про все остальные заболевания забыли. Но на самом деле люди также продолжают болеть другими заболеваниями. И вот это вот одно из самых таких скрытных, сложных заболеваний, которые выявить вот так просто, ну, достаточно сложно. Я думаю, что ковид на сегодняшний день вот не дает забыть о других заболеваниях, потому что те люди, которые переболели ковидом, дай бог, если кто-то в легкой форме, но даже те, которые в легкой, не говоря уже о тех, которые в тяжелой, после ковида заболевания, те, которые были, они обостряются, он бьет по слабым местам. Вот если говорить о связке ковид и остеопороз, если у человека уже были предпосылки к остеопорозу, либо это заболевание уже у него было после заболевания ковид, что произойдет, и как ему помочь? Ну, вы правильно сказали, что после ковида обостряются другие заболевания, хронические заболевания. А к чему приводит ковид? Когда мы заболели ковидом, вирусной инфекцией, что с нами происходит? Он нас просто кладет на кровать, он просто ограничивает нас в движении, мы не можем активно двигаться, он просто не позволяет нам это сделать. И одна из причин развития остеопороза – это гиподинамия, отсутствие движения, отсутствие нагрузки. Когда у нас высокая температура, мы… нарушается и ритм питания, и вообще питание нарушается. Вот первая причина – это питание, вторая причина – это гиподинамия, это вот… Малая подвижность. Малая подвижность, да. В силу того, что мы должны еще принимать лекарственные препараты, это идет дополнительная нагрузка, нагрузка на внутренние органы, нарушаются фактически все обменные процессы, в том числе и обмен костной тканью. Поэтому ковид, он способствует прогрессированию остеопороза. А если человек уже в таком зрелом возрасте, ближе к пожилому возрасту, понятно, что уже функции организма ослабевают, и остеопороз наверняка уже где-то зарождается или он присутствует. И, например, он заболел ковид, какое-то время он был в горизонтальном положении, мало двигался. А после того, как он выздоровел от ковида, как ему помочь, вот… или как продиагностировать себя и помочь вот этой плотности костной ткани восстановиться? Можно ли это сделать? Ну, конечно, это можно сделать, это и нужно делать. И вот в 2021 году были изданы и утверждены российские клинические рекомендации по остеопорозу. Это единые такие клинические рекомендации, которые были согласованы со всеми структурами. Это и ассоциация травматологов, ассоциация эндокринологов, терапевтов, всех врачей, которые, в общем-то, так или иначе встречают этих пациентов. И сталкиваются с этими пациентами. И разработаны вот такие вот рекомендации, как мы должны проводить диагностику, как мы должны выявлять этих пациентов, как мы должны их лечить, как мы должны заниматься профилактикой. И я знаю, что сейчас вот создана группа в Минздраве, в нашем Министерстве здравоохранения, которая эти клинические рекомендации адаптирует для нашей республики. Разрабатывается тактика ведения этих пациентов в наших условиях. Я думаю, что вот в ближайшее время все врачи, это будет уже прям руководство к действию, все врачи будут отчасти выявлять этих пациентов. Самое сложное их выявить, а потом уже проводить диагностику и назначать лечение. Как случится выявить, как-то их нужно отловить, сычку поймать. На самом деле практически так и происходит, потому что остеопороз — это не обязательно пожилые люди. Остеопороз или старческого возраста. Остеопороз, он затрагивает и женщин, и мужчин. Если мы говорим о женщинах, то это возраст старше 50 лет, либо после наступления менопаузы. Но это еще достаточно активные люди, которые работают, двигаются. И когда им говоришь, что у вас были уже переломы низкоэнергетические, а по статистике старше 50 лет люди, которые проживают в городах России, 24% женщин и у 13% мужчин уже случился хотя бы один низкоэнергетический перелом. Но никаким образом они не ассоциируют себя с людьми, которые болеют остеопорозом. Они не понимают. И все рассказывают, что это я так сильно упал. И когда объясняешь, что человек, падая с высоты собственного роста, не должен ломать кости, до кого-то это доходит, а до кого-то нет. И поэтому приходится выявлять эти факторы риска, складывать в какой-то пазл и объяснять на пальцах, что все-таки у вас высокий риск получения повторного перелома. И это может закончиться достаточно печально. То есть даже если это драка, и человека ударили, и он упал с высоты собственного роста, он не должен сломать кости? Если это прямой удар, и человек, и произошел перелом, там достаточно энергетический удар. А если человек, падая с высоты собственного роста... Просто шел, споткнулся, упал. Да, просто шел, споткнулся и упал. И сломал, ну, не пальчик на мизинчик, да, какой-то, да, пальчик на кисти или на стопе, а сломал кости предплечья, либо плечевую кость, это уже говорит о том, что плотность костной ткани снижена. Вот вы заговорили про период, который для всех женщин все равно приходится его пройти, про климакс, да. И вот бывает еще, когда ситуация, когда женщины удаляют ее женские органы, и, разумеется, гормональный сбой происходит, и это не может не влиять также на состояние ее костей, верно? Что вот таким женщинам, которые в молодом возрасте даже, то есть это по возрасту еще бы и, как говорится, побыть и пофункционировать организму, но вот с таким сталкиваются, им тогда нужно сразу же проводить профилактику от остеопороза, что происходит с их костями в такой ситуации, когда удаляются женские органы. Это вопрос, кстати, одной из наших потенциальных слушательниц, зрительниц, которые я собрала до нашего эфира. Еще парочка есть. Да. К сожалению, это, конечно, сказывается на костной ткани, потому что костная ткань — это не только кальций, фосфор, микроэлементы, но и гормональный статус. И все это вместе, витамины, гормоны, кальций, фосфор, микроэлементы, все это вместе составляет костную структуру, и вот жизнедеятельность самой костной ткани. Если какой-то элемент в этом целом механизме выпадает, выпадает его функция, то начинает страдать полностью вся система. И здесь при наступлении ранней менопаузы, либо это, как вы сказали, хирургический момент такой, здесь необходимо... Это один из факторов риска остеопороза. Это нельзя сказать, что вот да, у них обязательно остеопороз будет. Нет, это один из факторов риска, достаточно значимый. И поэтому обычно занимаются гинекологи-эндокринологи этими вопросами и стараются компенсировать тот недостаток гормонов, который возникает у женщины. И хирургическая, и ранняя менопауза, иногда бывают стрессовые менопаузы, не обязательно это хирургическая. Но, тем не менее, здесь гормональный статус необходимо корректировать. Это будет являться и профилактикой остеопороза в том числе. То есть, если уже начались какие-то сбои, женщине стоит как-то обратить на это внимание и пройти какое-то обследование, чтобы увидеть, насколько у неё кость плотная или она уже начинает тончать? Да, либо обратиться, ну, во-первых, обратиться не сразу бежать и проверять свои костные ткани, да, а обратиться к гинекологу, либо к гинекологу-эндокринологу, который занимается гормональным статусом. И в любом случае желательно продлить эту функцию, вот, и поддержать гормональный статус. В свою очередь, гормоны, они будут поддерживать и другие системы, другой метаболизм, и костные ткани в том числе. То есть, вы за гормональную терапию, которая продлевает функции женского организма? Ну, да, в общем-то. Да? Надо же. Но достаточно всё непросто. Здесь нужен, конечно, очень грамотный подход, вести женщину. О том, насколько всё непросто, мы продолжим разговор после рекламной паузы, очень скоро вернёмся в эфир. Не теряйте нас. Дорогие друзья, мы снова в эфире. В нашей студии гость, врач, врач-травматолог-ортопед, заведующий учебно-научной лабораторией остеопороза клиники Северо-Восточного федерального университета, кандидат медицинских наук Виктор Владимирович Епанов. Мы говорим про остеопороз, о том, как его обнаружить на ранних стадиях, о том, какая профилактика, будем говорить, и о том, какое лечение на сегодня доступно для жителей нашего города и нашей республики. Вы можете задавать свои вопросы по теме по телефонам 32 00 66 и 32 11 66. Наш эфир выходит в преддверии Всемирного дня борьбы с остеопорозом. Он будет 20 октября. Какие мероприятия пройдут в вашей клинике? И, возможно, вы знаете о том, какие мероприятия пройдут для наших горожан вообще в городе. Расскажите, пожалуйста. Вообще Всемирный день борьбы с остеопорозом – это 1997 год. Это Всемирная организация здравоохранения определила дату – 20 октября. Всемирный день борьбы с остеопорозом. Во всех странах в этот день и в преддверии проводят очень много акций, посвященных остеопорозу. Это в основном информирование населения об этом заболевании. Чем мы сейчас и занимаемся, так сказать. Да, в общем-то, да. Вот это как раз эфир, он как раз и подходит к этому дню. В России это с 2005 года проводятся такие мероприятия. А у нас в Якутске это с открытием учебно-научной лаборатории остеопороза. Это был 2013 год. Мы ежегодно проводим ряд мероприятий и в преддверии этого дня, и в течение года тоже. Это лекции, это семинары, это симпозиумы, это научно-практические конференции, это работа со школьниками. Ежегодно проводится конкурс детского рисунка. И вот сегодня мы только отбирали детский рисунок, который победитель конкурса нашего регионального. Мы отправим этот рисунок на российский конкурс. И если он там пройдет, то он будет включен в российский календарь борьбы с остеопорозом. Как логотип или просто? Нет, это будет целый календарь на следующий год, где будут рисунки детей и, как правило, практические рекомендации по профилактике остеопороза. Это очень интересно. И мы в прошлом году, детишек, которые участвовали в этом мероприятии, у нас в Якутске, мы каждому сделали такой маленький настольный календарь, чтобы они видели и свое произведение искусства, творчество. И, в общем-то, каким-то образом мы им рассказываем о профилактике остеопороза, потому что остеопороз – это заболевание, которое имеет свое начало в детстве. Если ребенок не набирает пиковую костную массу, то, соответственно, он чаще встречается с этим заболеванием. И у мужчин пиковая костная масса намного больше, чем у женщин. И поэтому женщины, они более подвержены этому заболеванию. Кстати, вот про детишек. У детей остеопороз бывает? И если да, то в каком возрасте? И на что нужно обратить внимание родителям, кроме того, что Вы сказали? Если у взрослых он так сложно распознается, как он у детей распознается? Ну, у детей, как правило, это рахит, дефицит витамина D, который, в свою очередь, потом приводит к нарушениям костной ткани. И однозначно, если ребенок переболел в детстве рахитом, то у него есть риск заболеть этим заболеванием, остеопороз. Чаще всего у детей это вторичные формы на фоне заболеваний. Отчасти это генетического характера, которые приводят к разрушению костной ткани, несовершенного остеогенеза и другие заболевания соединительной ткани, которые сопровождаются остеопорозом. И у них достаточно сложно, потому что в основном лекарственные препараты для лечения остеопороза, они прошли клинические рекомендации старше 18 лет. А вот до 18 лет там приходится индивидуально подбирать, либо идти уже на препараты, которые есть на сегодняшний день. Сейчас думаю, насколько этот возраст до 18 лет уязвимый. Сейчас ведь при заболевании ковид все равно не получается его у нас, когда эфиры с врачами обойти. То я где-то что-то напомню, то слушатели наши позвонят, которые, кстати, могут нам звонить по телефону прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66 и задавать свои вопросы. Вот что дети до 18 лет уязвимы больше. Нет, например, прививки детям сейчас от ковид. А потом, если ребенок переболеет ковид, он же опять же в горизонтальное положение будет мало двигаться. И потом тоже будут какие-то, может быть, последствия, и влияет на кости, на плотность ткани это заболевание. Тогда получается так логически. Однозначно будут последствия вот этого периода, периода карантина, потому что как набирает ребенок пиковую костную массу? Он должен хорошо питаться и двигаться. Самое главное – двигаться, подвижные игры. Должно быть движение. Если движения этого нет, то и питание, в общем-то, будет соответствующее. А тем более, как питается сейчас нынешняя молодежь. Мы встретимся с этим. Они вернее. Вот это поколение как раз, они будут более подвержены остеопорозу. И поэтому сейчас Всемирная организация здравоохранения бьет в колокола и говорит о том, что в ближайшие 10-15 лет частота переломов, вот таких низкоэнергетических переломов увеличивается в 20-30%. И поэтому, если сейчас мы не начнем заниматься вот этим заболеванием, то потом это будет действительно пандемия. Потому что ломать кости будут при минимальной травме и оказывать помощь им. Мы уже должны сейчас быть готовы. Система здравоохранения должна быть сейчас готова оказывать эту помощь. Ну, на самом деле, вот пока все ждали вот эти клинические рекомендации. Вот. И мы в преддверии, вот, мы каждый год проводим вот такие вот мероприятия. И в этом году тоже. И школа третьего возраста у нас была лекция для пожилых людей старческого возраста. Мы рассказывали, что такое остеопороз, как уберечься от падений, чтобы не получить переломы. Потому что человек, если каждый год падает и в год по несколько раз, это увеличивает риск еще падений. А если он еще и получает перелом, это приводит к такому состоянию, что человек боится упасть. Он боится выйти на улицу. Это еще больше его сковывает, не дает ему двигаться и запускается, усиливается вот этот процесс нарушения минеральной плотности костной ткани. И вот в преддверии Всемирного дня борьбы с остеопорозом у нас проходят, ну, часто акции. И вот как раз с завтрашнего дня начинается акция по диагностике остеопороза, вот, о которых, в общем-то, можно узнать в регистратуре клиники СВФУ. Вот. Телефон регистратуры 30 00 66, похож немножко на наш эфирный. Можете звонить и туда, и к нам в эфир. Кстати, у нас уже есть дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. У меня такой вопрос идет, очень хорошая передача. Спасибо за внимание. Я хочу спросить про лекарства Акласта. Дело в том, что у меня несколько переломов, и мне предлагают вот именно... Вот этот препарат ввести. Ага, этот препарат Акласта мне предлагают применять. Спасибо. Как бы к этому относить? Обязательно нужно, говоря, применять, потому что у меня было несколько переломов. Да. Вот это очень... Спасибо за вопрос. Вот это очень важный фактор, очень ключевое слово такое. Несколько переломов. То есть уже запущен каскад переломов, и его надо останавливать однозначно. На сегодняшний день препараты залендроновой кислоты это Акласта, которая делается один раз в год, внутривенно-капельно. Она защищает практически от любых переломов, пока вот она действует. И лечение препаратом без фосфонатами оно занимает от трех до пяти лет. Если это препараты инъекционные, вот такие вот, да, то тогда это три года. Если таблетированные формы пять лет, а дальше уже на усмотрение доктора, который назначает эти препараты. Вот. Но вот в данном случае я бы, конечно, все правильно врачи назначили, и обязательно надо получить этот препарат для того, чтобы защитить себя от последующих переломов. Хорошо, что есть такие препараты. А вот что вы думаете про блокады? Блокады, которые на какое-то время обезболивание дают, вот, допустим, боли в спине, унимают боли в коленях. Плюсы и минусы, и продолжительность. Насколько это эффективно по времени или это индивидуально? Ну, вот как раз болевая симптоматика – это один из таких клинических симптомов, не специфичных для остеопороза, но, тем не менее, боль в спине – это показание для, как минимум, для рентгенографии, потому что боль в спине может быть обусловлена и проблемами, связанными с остеохондрозом, и переломом позвонка, даже без наличия вот самого момента травмы. Просто острая боль в спине, которая достаточно длительно не проходит – это симптом. Надо делать обязательно рентген-снимок. С болевой симптоматикой, если все-таки это не перелом, если все-таки не перелом, обычно используют сначала немедикаментозные методы, такие как корсеты для разгрузки позвоночника, для разгрузки спины. Это могут быть аппликаторы, валики, то есть это может быть все, что угодно, но только немедикаментозно. Если болевая симптоматика все-таки сохраняется и не удается компенсировать ее, то, в принципе, как вариант, это может быть и медикаментозные препараты, это может быть и блокады, и иглорефлексотерапия может быть применяться. Но надо понимать, что нужно знать причину этих болей. Как говорил Жванецкий, мы почему-то всю жизнь боремся с плесенью вместо того, чтобы бороться с сыростью. Мы начинаем лечить боль, но при этом не устраняется, мы не знаем, что мы лечим. Болевую симптоматику можно снять блокадами, это и улучшит качество жизни, это и позволит делать какие-то упражнения, может быть, да. Но это не решит проблему. А вот относительно корсетов, какие они должны быть? Они ведь отличаются по жесткости. С каких правильно начинать или нужно сразу брать какой-то максимально жесткий корсет? Кстати, выбор это не особо, по-моему, у нас есть в аптеках. Ну, вообще, раз уж пришлось к слову, у нас с 2019 года мы совместно с ортопедическим салоном Нотабеном, мы совместно проводим школу, школу по профилактике падения переломов. Мы рассказываем о остеопорозе, о том, как получают переломы, как люди падают, как защититься от этого. И в том числе проводим практические семинары. Вот как раз вот этот ортопедический салон помогает нам в плане практических моментов. Как подобрать ортез, как они могут в этот момент попробовать ортезы, как он на них сидит, как выбрать. Жесткие, но вообще, если это острый перелом, и он такого... Перебью, мы сейчас на рекламу идём, а потом продолжим про то, как правильно выбрать корсет. Спасибо. Друзья, мы снова в эфире, у нас последний блок, мы почти до пяти часов будем в эфире, поэтому успевайте нам звонить по телефону 320066 и 321166. В нашей студии врач-травматолог-ортопед, заведующий учебно-научной лабораторией остеопороза клиники Северо-Восточного федерального университета, кандидат медицинских наук Виктор Владимирович Хипанов. Мы говорим про остеопороз, о том, как помочь себе, если эта болезнь не настигла, и о том, какая профилактика будет эффективна, если эта болезнь ещё не подошла так близко. Мы закончили во втором блоке говорить, вернее, не закончили, а начали говорить о корсетах, как о вспомогательных моментах для тех людей, у кого есть боли в спине. Оказывается, для меня это новость, что корсет невозможно выбрать самому. Я думала, всегда достаточно замерить свой объём окружности и вот с этим замером прийти в аптеку и подобрать по сантиметрам себе подходящий корсет. Оказывается, так нельзя делать. Ну, вообще, в принципе, замерить и подойти, и дать размеры, да, сказать, что вот по таким размерам мне нужен корсет, но вам зададут много вопросов. Первый вопрос, а какой отдел позвоночника у вас беспокоит больше? То есть это поясничный отдел, это грудной, это пояснично-крестовый отдел. А самому это узнать нельзя, просто болит же спина и всё, ты не знаешь, откуда оно, да? Нет, ну, в принципе, вы можете сказать, что у меня вот болит поясница, и мне нужен поезд, поезд какой-то, да, либо корсет. В принципе, это должна быть не аптека, а ортопедический салон, как минимум, и где более-менее владеют информацией менеджеры, те, которые могут, ну, порекомендовать, какой из корсетов, фиксаторов вам необходим, потому что они этому обучены. И подобрать по размерам, это очень важно тоже. Вот, и должен всё-таки, вообще должен, на мой взгляд, определять, какой это корсет, жёсткий, полужёсткий, вот, какой поясничный, крестовый, там, грудной отдел позвоночника, шейный, это должен врач. Потому что здесь тоже очень много моментов, а сколько носить его надо в день? И я думаю, что на такие вот вопросы, более такие вот конкретные, ответить навряд ли смогут не медицинские сотрудники, не врачи, травматологи-ортопеды. Поэтому консультация травматолога-ортопеда, либо терапевта, вот сейчас был такой вот момент, мы беседовали, к узкому специалисту достаточно сложно попасть. Поэтому более доступно терапевтическое звено, поэтому и врачи, и терапевты, в общем-то, тоже смогут порекомендовать, какой из фиксаторов необходимо применять. Вообще, боль в спине, боль в суставах, это фактор риска падений. Человек падает, и, соответственно, у него повышается риск перелома. Поэтому, если есть болевая симптоматика в суставах, это очень часто коленные суставы, здесь, конечно, надо себя защитить, снять нагрузку с этого сустава, и здесь могут быть применены медикаментозные методы, это ортезы, фиксаторы коленного сустава. Или это могут быть ортопедические стельки, которые позволят вам стабилизировать стопу и чувствовать себя более уверенно, комфортно, тем более при гололёде, когда мы идём и стараемся очень аккуратно идти, чтобы не упасть и не получить перелом. Да, это всё предстоит, и это прямо у каждого человека сталкивается с болями в спине, к сожалению, боли в коленях. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, слушаем вас. Всё, да? Ушёл, не дождался. Перезвоните нам, кто звонил. Не дождались выхода в эфир. Я потеряла мысль, которую хотела спросить. Давайте поговорим о том, как продиагностировать на плотность кости может себя человек на сегодня самыми доступными способами. И вот вспомнил-ка, у меня вопрос был. Насчёт облучения спрашивают слушатели и зрители, насколько это опасно, потому что сейчас вот есть КТ, МРТ, да. Вот, допустим, флюорографию мы делаем раз в год, мы уже к этому привыкли. И иногда, когда сталкиваешься с диагностикой, да, говорят, ну, ничего страшного, там, в один месяц делайте, там, и КТ, и МРТ. Кто-то говорит о том, что КТ сейчас вообще особо не облучит тебя, там, минимальная доза облучения. Ну, и кости, разумеется, это такая часть нашего организма, которую невозможно так увидеть, да, всё равно приходится делать какое-то такое исследование ультразвуковое. Насколько это опасно и опасно ли? Ну, вообще, это рентген. Да, да, вот всё, что связано с рентгеном, это облучение. Магнитная резонансная томография, там нет рентгеновских лучей, она не облучает, это большое магнитное поле. Это МРТ, которое? Это МРТ. И УЗИ ультразвуковое... Поэтому оно дорого стоит тогда? Ну, наверное. Вот, и ультразвуковая диагностика, она тоже не облучает, а вот облучение получает при рентгеновских методах. Вот. Если говорить о диагностике остеопороза, то это рентгеновские денситометры. Они достаточно точные, уже 1-2% потери костной массы, костной ткани, и этот аппарат уже определяет эти изменения, отклонения и выводит в виде графиков и показателей. Вот. Минимальная нагрузка, лучевая нагрузка у этих аппаратов, это современные аппараты, там используется веерный пучок, узкий, тот, который не фокусируется на одном сегменте. Вот. Современные технологии. Поэтому минимальная нагрузка. Тем не менее, когда проходит этот метод обследования, доктора обычно спрашивают, какие методы исследования они проходили ранее, в ближайшее время. Компьютерная томография, она может быть использована с использованием контрастных материалов, которые являются противопоказаниями. Вообще, компьютерная томография, она, конечно, лучевая нагрузка в разы больше, чем у денситометра. Потому что денситометр, ну, и функциональной возможности, конечно, у компьютерной томографии больше, чем у денситометров. Ну, и у компьютерной томографии, у КТ-аппаратов, Есть такая программа, есть программа денситометрия, но специально ее использовать для того, чтобы посмотреть, остеопороз или не остеопороз, не совсем, во-первых, рентабельно, а во-вторых, все-таки там лучевая нагрузка выше, чем у обычных денситометров. Но, тем не менее, такая функция есть. — Такое обследование — это тоже часть профилактики, когда мы занимаемся собой, идем и собираем какой-то анамнез о том, в каком состоянии наш организм. Какие еще профилактические меры может для себя организовать человек в своем пространстве, чтобы от остеопороза уберечься или отдалить этот момент? И можно ли так? — Да. Сейчас вообще очень много говорят о профилактике, и организовывается даже служба профилактики, профилактики и падения переломов. Это очень важная такая служба, которая помогает людям. Люди получают перелом, они выписываются, особенно это перелом, который приводит их в горизонтальное положение. Даже после операции они выписываются, и ему очень сложно сориентироваться, они не могут пойти на прием, потому что все равно их ограничивает пространство, вот этот перелом и его последствия. Вот. И как раз вот службы профилактики переломов, они помогают этим людям адаптироваться. Они, даже люди с несколькими высшими образованиями, становятся в стопор, что делать, куда идти, что делать дальше, как бороться. И мы сказали слово остеопороз, и теперь они должны, кто-то должен это лечить, что-то делать надо. Вот. К сожалению, узкие специалисты, они не ходят на консультации, ну, особенно травматологи, хирурги, не ходят на консультации к пациентам на дом. Вот. А тем более сейчас в пандемии, это, конечно, большая проблема. И вот сегодня, перед тем, как пойти на эфир, мне написала дочка одной из пациентки, возрастной пациентки, которая тоже спрашивает, а что делать дальше? Вот у нас есть выписка, вот, что нам делать дальше, как нам лечиться дальше? А вот лечение, как раз и диагностика, и лечение, это своего рода и профилактика следующих переломов, и профилактика лечения остеопороза. Если мы говорим о профилактике, профилактика любого заболевания начинается с двух вещей. Первое – это питание, второе – это вид физической активности. Вот это и является профилактикой. Понятно, что в какой-то момент физическая активность, она, конечно, немножко страдает, вот, питание, к сожалению, не страдает, и поэтому мы, вместо того, чтобы каким-то образом двигаться, мы начинаем набирать вес. Вот, но, тем не менее, люди думают так, вот сейчас у меня боль пройдет, все, я потом, вот я потом буду что-то делать. Буду делать зарядку, буду все это делать. Нет, на самом деле, даже после операционный период обязательно надо делать упражнения, обязательно надо тренировать мышцы, обязательно давать нагрузку. По силам, по мере того, как они себя чувствуют. Это и является профилактикой остеопороза. То есть, движение, нагрузка, питание – вот профилактика. Все вроде бы такое простое, но, конечно, мы все в этом плане грешим. Вот вроде бы зарядка, да, казалось бы, ну что еще проще, да, руки там поподнимать, немножко ноги. Но вот как-то нету на это времени. И я смотрю, что некоторые люди, вот они ничего-ничего не делают, потом, например, там, идут в спортзал, да, и вот за одну тренировку они там так себя вообще, это же еще хуже, да, становится. Или, допустим, девушки там, которые хотят быстрее сделать себе фигуру, они вот эти вот с усилением делают такую себе физическую нагрузку. В спортзале тоже, я тоже думаю, наверное, для костей это не очень хорошо, и для мышцев, и вообще, и психологически сложно. Ну вот как-то, наверное, человек так устроен. У нас осталась минута, я не спросила еще про тех людей, которые самолечение предпочитают, узнав там, например, в интернете о каком-то модном препарате. Ну, в любом случае самолечение это неправильно, даже с целью профилактики, потому что самолечение заканчивается печально, потеряется время, необходимо сначала все-таки определиться с проблемой, а потом уже заниматься лечением. А мы хотим наоборот, сразу же лечиться, а вот заниматься профилактикой нет. Спасибо большое, да, время самое важное, наше время эфира тоже подошло. Я напомню, что в нашей студии сегодня гостил врач-травматолог, ортопед, заведующий учебно-научной лабораторией остеопороза клиники Северо-Восточно-Федерального университета, кандидат медицинских наук Виктор Епанов. Спасибо большое за сегодняшнее общение. Всем слушателям спасибо за внимание. Всем хорошего дня и здоровья. Субтитры подогнал «Симон»